Добрый день всем! Сегодня у нас 23 февраля 2023 года. Мы вот сегодня пришли по магазинам, сходили в магазин Lidl. Ну вот видите, совсем немножко продуктов купили. Ну значит, вот наша фактура такая тут у нас. Смотрите, магазин Lidl. Сегодня мы вот были в магазине. Вот написана дата у нас здесь, что мы были 23-го. Где же у нас дата? Тогда же время указано. Кстати, вот видите, все по дате, все указано. Магазин Lidl. И вот цена за наши продукты. Но артиклей немного, конечно, купили. Всего 11 артиклей, видите, номер, сколько всего артиклей. Но потратили вот такую сумму 43,66. Ничего, знаете, особенного не взяли. Но, в общем-то, все равно довольно-таки все не подорожало. Знаете, вчера тоже видела видео одно. Мне показалось, что вроде продукты исчезли или подорожали. Ничего не исчезло, все на своих местах. Ничего не подорожало. Ну вот как остановилось, вроде как так и остановилось. Ну, начну с того, что, видите, купили три шоколадных, как уже это сказать, паншоколад. Как это по-русски-то у нас? Круассана с шоколадом. Вот так, наверное, сказать нужно. На евро 47 Жанлюк для себя купил. Каждый вот стоит 49. Я их не ем, поэтому сама себе их никогда не покупаю. Один уже съел, кстати. Видите, вот такие симпатичненькие у нас в Lidl продаются. Шоколадненькие ведь такие вот. Но они немножко подешевле, чем в булочной. И, конечно, качество оно похуже, чем в булочной. Но все равно, вот видите, такое себе купил удовольствие. Уже с кофе это и выпил. Дальше, что ж я купила еще? Хлеба купила для себя. Я себе покупаю только такой хлеб. Вот две таких упаковки взяла на 3,98. Он, значит, сериал. Вот видите, 3,98. Каждый, значит, упаковка по 500 грамм. Я уже ее показывала. Мне хватает это на очень-очень долго. Я его поджариваю в тостере. И два кусочка. Вот мне на день на долгое-долгое время хватает. Он у меня не портится как-то, знаете, особо. Тут вот дата, видите, до какого его можно использовать. Сделано во Франции. Все, видите, натуральный он. Я его люблю, как бы он мне нравится. Ничего тут такого нет, никаких вроде бы добавок. В общем, достаточно дорогой хлеб, потому что за килограмм получается, как я уже сказала, 3,98, почти 4 евро. Это, в общем-то, не дешево. Дальше купила я для вот такой вот, знаете, для зубов, полоскания для зубов. Очень мне там нравится. Оно с алкоголем. Хорошее такое, видите, для десен, для зубов. В общем, я его все время там и покупаю. Мне, пожалуй, там он больше и нравится. Как бы хорошо ухаживает за нашими деснами, за нашими зубами. Вот так скажем. Стоит такая евро 79. Ну, если подорожал, так не очень много. Вот. Потом капсулы кофейные 2 купили. Опять там была скидочка на них. 10 штучек вот таких капсул. Видите, 10 для кофе. Они у нас вышли евро 79. Нет, евро 99. За 2, 3,98 мы заплатили. Видите, вот. Крепкая немножко, крепковата. Ну, ладно, чего. Я его... То есть для Жанлюка я как-то не особо. Видите, 10. Меньше не было. Вообще не меньше покупаем экспрессу. Ну, ладно. Господи. Надо, значит, надо. Как говорится, без этого тоже нельзя. Ну, естественно, купила свой творожок. Евро 42 за 4 штучки. Купила 3. Обошелся мне 4,26. Это вот опять вот такие вот, видите, творожки. Я их люблю. Тоже посмотрела. Они абсолютно натуральные. Ни чьи каких-никаких добавок в них лишних нету. 100 грамм такой вот немного калорий. 132. Тут только молоко. Тут только, в общем, все-все натурально. И тоже сделано во Франции. То есть, я считаю, это вкусно. Ну, Жанлюк иногда любит очень их с конфитюрой, с вареньем. Вот. Я нет. Я только натуральные такие ем. Мне они очень-очень нравятся. Без сахара, без всего-то. Вкусно очень. Взбитый творожок. Видите, мусс. Вот. Творожок именно. Я купила. Я его люблю. Дальше, что мы купили. Ну, конечно, эвкалиптовые конфеты. Это уж обязательно. Это прямо, знаете, килограммами у нас он ест. Это опять мой Жанлюк. Евро 0,9 за одну упаковочку. На 4,36 4 упаковки. Видите. Завтра в гости, говорит, поедем. Возьмем обязательно, потому что вечером, говорит, не захочется конфетку. Прямо, знаете. Мне кажется, их в Германии делают вот эти конфеты. 300 грамм евро. Раньше они копеечные совсем были. Сейчас мы немного подняли. Мне кажется, их в Германии делают. Ну, не знаю. Видите, плюс вот такой. Это как бы считаются они все-таки как лечебные. Подобор, лаболит или еще что-то. Жанлюк так мне объяснять, что от астмы хорошо помогает. Ну, может быть. Вот. Все возможно. Дальше купила я копченую такая грудинка. 2,99. Каждая стоит 4,58 заплатила. Видите, по 300 грамм. Вот такая копченая грудинка. Я знаете, что из нее делаю? Я из нее суп гороховый варю. Очень вкусно, кстати, получается. Тут много. 150 грамм. Можно, вот, половинку вполне достаточно. Остальное можно и заморозить. Ничего страшного не будет. Тоже свинина, которая производится во Франции. Видите. Я ее обжариваю с морковкой и с луком. И потом добавляю в гороховый суп. Она подкопченная. Очень дает такой приятный, приятный, знаете, вкус. Вот. Так что. Пусть будет. Как говорится, у меня она закончилась. Была, кстати, замороженная. Ну, сосиски, знаете, тоже подкопченные. 4,89. За 800 грамм я заплатила. Вот. Это с чечевицей готовить. Видите. Опять же, я сама-то уже сейчас, наверное, такой есть не буду. А жалюк-то он любит. Они это готовят. Видите. Они подкопченные такие. Неплохие. 800 грамм. Сколько тут их? Много. 8 штучек. На 8 раз. Видите. Вот тут даже чечевица нарисована. Тоже французская свинина. Видите. Из Франции. Есть можно. Дальше. Что ж я еще купила. Это, знаете, такие уже незапланированные вот покупки были у меня. Это мы пошли за хлебом, называется. Видите. Дальше. Ну, опять я свой тон подорожал у нас. Тунец. Купила я 8 баночек тунца. Каждая баночка стала стоить 95. То есть, ну, на 10 сантимов опять поднялась она у меня. Вот. 95 стала. Я очень его люблю. Вы знаете, посмотрела. У меня еще такая баночка есть. Ну, в другом, так скажем, исполнении. И это было написано, знаете, есть такое по буквам. Это относится, в общем-то, к букве А. То есть, продукты, ну, хорошие для употребления. Вот. Хотела показать вам, что там написано. Так что мне кто-то написал когда-то, что это не вроде консервы. И они не очень хорошо. Нет-нет, они под буквой А. То есть, их можно употреблять. То есть, у нас есть, так скажем, буквенное обозначение продуктов еще. Так вот, у меня такая же баночка, только из другого магазина. Но там все это, знаете, написано. Вот здесь что-то я не нашла. Смотрела, смотрела. Хотя, знаете, тоже посмотрела, что в него входит. Это овощи, томат. Вот в этот входит. Вот в эту баночку томат, овощи. Вот. Здесь то же самое, но майонез еще. Немножко чуть-чуть пожирнее. Но я как-то вот их больше люблю. Тут как и салат сразу и турнец. Я могу вечером, знаете, один кусочек вот хлеба поджаренного съесть. И одну вот такую баночку. И мне достаточно тут калорий совсем немного. Сколько тут я уже много раз показывала. В этой баночке вот 135 грамм, а в 100 граммах 262 калории. Это вот с майонезом. Я иногда чередую, иногда без майонеза. Оно будет вообще 112 килокалорий, видите? Ой, сейчас так вот покажу. 112 килокалорий на 100 грамм. То есть 135 тут совсем немножко. Мне кажется, нормально для организма, для вечера, знаете, чтобы не ложиться спать, как говорится, с полным желудком. Ну и что же я еще-то купила себе? Что-то еще. И вот этого вот, вот эту вот купила еще. 6 евро я заплатила за нее. Это мясо. Ну как котлеты что ли, мясо. Я тоже его не жарю. Я его на водичке, так скажем, парю. Вот это тоже французское, видите? Это уже не свинья, это уже говядина, видите? Говяжьи котлетки. То есть я их тоже себе одну порцию. Они, кстати, тоже не очень-очень калорийные. Господи, где калорий-то указаны? Просто жарю их без, так скажем, без масла. Получается вот 100 грамм одна котлетка, 192 килокалории, видите? Нормально, в принципе, на день. Ну, раз в день, то можно ее им приготовить. Вот все в индивидуальных упаковочках. Все это закрыто. Ну вот, 6 евро 75 они стоят. Вот, вот, 6 евро 75 килограмм заплатила. Ну и вот все мне обошлось. 43,66. Вот так. Ну вот и следующий магазин. Опять мы, как обычно, ходим в два сразу магазин, в два, в три. Ну и следующий магазин у нас, это магазин, как я уже рассказывала много раз, сад. Магазин от производителя у нас. Он такой есть. Не очень далеко от нашего города. Ну, минут, может, максимум минут 15-20. Вот. Ну и там мы купили опять на такую сумму, как 46,20, 48,81. Вот. Видите? Сумма на 48,81. Это вот сегодня мы покупали. Дата сегодняшняя стоит. Все было куплено, видите, сегодня. 23.02.2023 года. Что мы там купили? Ну, знаете, сначала картофель у них купила. Короче говоря, 5 килограмм на 3,95. Это не очень дорого. Видите, вот. Еще 20% как бы подарок был. Ну, так получается, что дешевле. 5 килограмм. Мне почему-то казалось, что это килограмм 6. Ну, написано 5. Значит, 5. Может быть, 1 килограмм. Нет, 5 килограмм. Такой картофель неплохой. Это картофель они сами выращивают. Видите? Чистенький, хороший. Думаю, я возьму. Хотя, по идее, мне он и не нужен был. Ну, у меня уже был картофель. Что-то я еще от жадности-то и купила, потому что не очень дорого показалось. Ну, ладно. Хотя поехала за яблоками только. Дальше купила свой любимый, знаете, фромаж написано. Творожок тоже 5,90 килограмм. Он стоит тоже от производителя. Видите, в таких ведерках делают. Это у нас тут изготовляют. Это банан и груша. Очень вкусный. Ну, знаете, очень-очень вкусный. Вот. Моего стакана я его разналиваю. Он густой довольно-таки. Ну, и мы его, в общем-то, с жанлюком употребляем. Очень любим. Он такой сладенький, вкусненький творожок. Натуральные прям кусочки фруктов. Вот. Очень любим. Попробовала один раз, понравился. Дальше купила евро. Да, евро 50. Вот такой салат. Видите, каждая две купила. Евро 50 и евро 50. На 4 персоны 150 грамм. Тоже, видите, режим Франция, французский. Вот. Такой салат один завтра возьму в гости пойдем. Возьму с собой. Ну, в гости не потому, что в гости мы салатом ходим, а потому, что мы 3 дня будем у них столоваться, так скажем. Ну, нужно что-то и свое принести. Свой салат. Потом еще там покажу, что я приготовила на завтра. Ну, это следующее такое видео сделаю. Вот. Это, значит, я купила свежий. Все вкусный. Французский. А дальше, как обычно, багет купила французский. Евро 20. От производителя из булочной. Видите, тоже там все эти, кто мягенький. Два и купила. Думаю, ладно. Один заморожу, один для Жанлюка сегодня. Вот. Потом, что редис. Видите, пучочек редиски. Такая хорошая, крепкая редисочка. Она подешевела. Стала стоить 0,99. Потому что, видите, весна скоро становится уже редиской. Видимо, хорошо растет. Видите, какая крепкая, хорошая. Вот. Ну, и что еще? Фарш купила. Последний взяла сегодня. Тоже от производителя. Хороший фарш. Я всегда его беру. Делю на три части. Я уже рассказывала. Замораживаю. Очень он вкусный. Знаете, килограмм недорогой. 7,20 не подорожал. Уже последних два взяла. Вот. То есть в эту же стоимость у меня в 48,81 это все входит. Дальше. Кстати, из фарша. Сейчас покажу. Суп готовила сегодня из этого фарша. Смотрите, какой вкусный суп получается. Видите. С фрикадельками. С лапшичицей. Очень даже неплохой. Видите, какой получается. Вкусно пахнет. У меня Жанлюк очень его, кстати, любит. Простенько. И со вкусом, так скажем. Ладно. Ну и яблок купили, конечно, как всегда, яблоки мы на 18,17. Считаю, это недорого. 10,750. Яблочки вообще супер. Знаете, вот они каждый килограмм стоят евро 69. Но это прямо местные. Местные они там, как я уже рассказывала, и собирают. И тут же и продают. Как бы свои яблоки у нас местные. Видите, какие яблоки. Хорошие-хорошие. Вообще классные яблоки. Твердые-твердые. Сладкие-сладкие. Вкусные-вкусные. Я очень их люблю, поэтому мне вот 20 килограмм на месяц хватает. Вот видите, какой. Ну тут еще Жанлюк себе зеленых набрал. Я их не люблю, зеленые. Но из них очень вкусно готовить шарлотку. Неплохо получается. Вот. Ну и короче говоря, вот столько набрали на 48,81. Так что, знаете, хочу сказать, ничего не подорожало. Ну, в конце концов, цены не опустились. Ну и не поднялись. Ну и слава богу. Как говорится, жить можно. Ну ладно, пока-пока. До следующего видео. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok